Ты посмотри на эту шкотину, она же вся обосранная и уже, уже, ну шерсти, закоррела, все. Для этого мы перетаскиваем наше видео в Premiere Pro, на таймлайн и после чего нажимаем X. Тем самым наше видео выделилось и мы можем его экспортировать. Нажимаю Ctrl-M или просто экспортировать. И тут выбираю формат MP3 для того, чтобы у нас экспортировался исключительно звук. После чего выбираем моно и экспорт. Все, у нас все очень быстро экспортировалось и вот у нас же получается и звук от этого самого видео. Больше Premiere Pro нам не понадобится. Разве что только для небольших изменений, которые не всегда нужны. Теперь заходим в Photoshop, нажимаем файл, импортировать и кадры видео в слои. И нажимаем вот это вот наше видео 720.mp4, но у меня почему-то именно так называется. Все, готово, нажимаем ОК и теперь наше видео разбилось на куча-куча-куча слоев. Это, конечно, наши кадры. Теперь мы можем пока что свернуть в Photoshop. Теперь нам нужно перекинуть наш скрипт, который я оставлю в описании, который вы можете скачать через Яндекс.Диск. Выглядит он вот так вот. Это zip-файл, а то есть сжатый файл. И, конечно же, вот у нас тут сам скрипт. После чего мы нажимаем на значок Photoshop, дополнительно перейти к расположению файла. Если у вас тут значок, то еще раз нажимаем правой кнопкой мыши и нажимаем расположение файла. Или же вы можете найти по такому пути ваш диск, программ-файл с Adobe и Adobe Photoshop. После чего нажимаем Presets и Scripts. И, как можете видеть, тут у нас есть куча разных скриптов. И у вас не будет вот этого скрипта, если вы его не кидали заранее. Мы его вот так вот перетаскиваем. И у нас, получается, он переносится вот сюда. У меня он уже давно перенесен, потому что я делал уже некоторые такие видео. Поэтому мы просто закроем, переносим и уже можем все закрыть. Теперь заходим в Photoshop и можем, в принципе, примерить то, что нам нужно. Для этого мы нажимаем на последний слой. Дальше редактирование. Масштаб с учетом содержимого или Alt-Shift-Ctrl-C. Нажимаем на это. И у нас появляются вот такие вот рамки. После чего мы это все можем сжать. И у нас получается достаточно, ну, смешная картинка. И дальше мы подбираем то, что нам нужно. Выбираем нужный нам результат. Допустим, мы отмечаем то, что высота у нас должна быть вот как-то поменьше. И вот примерно точно вот было бы хорошо, да, если квадратиками, да, все было. То есть ширина равна высоте. Ну или немного вот как-нибудь вот так вот. Так, это мы все подметили. Сейчас скажу для чего. После чего мы все это выделяем. Нажимаем на первый слой, после чего Shift и последний слой. И у нас выделяется абсолютно все, или же Ctrl-A. Тут, конечно, сработает. После чего нажимаем File и сценарий. После чего нажимаем Animate Control, Average Scale. И у нас появляется вот такое вот окошко, где есть 4 ползунка. Первые два — это начальное сжатие. То есть вот сжатие на первом слое, с чего начнется получается это видео. Я выбираю всегда 100, как, в принципе, много других людей выбирают именно 100, потому что мы хотим, чтобы наше видео здесь нормально, но превратилось в сжатое. И последние два ползунка — это как будет сжиматься видео на последнем слое. И, как мы уже подметили, высота должна быть немного больше, чем ширина. Для этого нам надо все это сжать. Поэтому я выбираю такие параметры 62 и где-то, наверное, 50. Вы, в принципе, это все можете отредактировать сами, поэкспериментировать. У вас, я думаю, на это будет достаточно много времени, чтобы изучить данный параметр, так как это все достаточно очень смешно. И после чего у нас начинается рендер. Рендер у нас длится очень-очень-очень долго. Это только вам кажется. То, что он достаточно быстрый — это все потому, что сжатие не совсем большое. На последних слоях он будет тупить намного дольше. Поэтому мы можем отойти от монитора на минуты 2-3. Так, ну и вот наше видео закончило редактироваться. И мы можем посмотреть, что у нас получилось в итоге. Нажимаем на последний слой. И вот как раз то, что мы и ожидали. После мы нажимаем файл «Экспортировать». Вот сейчас самый последний — «Экспорт видео». Выставляем имя, которое нам нужно, и выбираем папку. У меня это будет рабочий стол. Все, рендерим. И в итоге у нас должно получиться обычное видео без звука. Именно поэтому мы и взяли отдельно звуковую дорожку. Теперь давайте посмотрим, что у нас вообще получилось. То есть, как можете видеть, тут есть небольшие вообще подлагивания. Где-то пропадают кадры, но это как бы бывает постоянно. После чего Photoshop нам больше не понадобится. Теперь нам нужен Adobe After Effects. Открываем его. И тут нам не нужны вообще никакие скрипты. Тут нам достаточно эффектов, которые будут в самой программе. Теперь перекидываем вот сюда вот вниз на таймлайн. Сначала видео. В итоге, как можете видеть, получается вот такое вот примерно. И теперь то же самое делаем со звуком. Перекидываем его пониже. И у нас получается... И уже эти... Получается видео со звуком. После того, как мы все перекинули на таймлайн, мы ищем вот такое вот окошко «Эффекты и шаблоны». После чего сюда на русском вводим модулятор. Нажимаю, ввожу. И вот у нас есть аудио и модулятор. Перекидываем вот сюда, вот как раз в наше расширение MP3. То есть накладываем эффект на сам звук. После чего у нас получается вот такое вот. Ты посмотри на эту шкотину. То есть, как можете видеть, звук начинает немного дергаться. За это как раз отвечает частота модуляции. То есть с какой частотой будет дергаться сам звук. Допустим. Она же вся обосранная. Я обычно беру где-то 4, 3, 2. Вот где-то примерно вот такой вот диапазон. Посмотри на эту шкотину. Но мы не слышим того, что мы на самом деле хотим слышать. Поэтому мы берем и ставим глубину модуляции где-нибудь на 50. Тихо! Оно уже все, а босс! И в итоге мы получаем уже достаточно смешной голос. Теперь для того, чтобы звук подходил к видеоряду, нам нужно перевести вот этот ползунок на 0 и нажать глубину модуляции. При этом она будет равна 0. И теперь перетаскиваем этот ползунок в самый конец видео. И ставим тут где-то 50 значений. Может немного побольше. Готово. Вот, допустим, 54. В итоге вот что мы получаем. Ты посмотри на эту шкотину. Она же вся обосранная. И уже... Уже... И тем самым мы получаем нужный нам результат. Ну и на этом все. Если вам понравилось видео, тогда обязательно ставьте лайк. И если же вам нравится видео про дизайн, графику и все остальное, тогда подписывайтесь на мой канал. Также пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ну а на этом все. Я Вова и пока. Субтитры сделал DimaTorzok